Когда мы говорим с вами о рейтингах, о МФЦ, очень часто мы говорим о тех рамках, в которых нам приходится работать. И я хотела бы задать вам несколько вопросов. Сейчас очень много говорят о том, каким образом должен сейчас сформироваться своего рода новый мегарегулятор. Как вы думаете, это поможет росту Москвы с точки зрения развития как финансового центра, или это приведет к большему росту бюрократии? Совершенно ясно, что вопрос нормативной правовой базы имеет большую актуальность, особенно в свете кризисных явлений, которые мы наблюдаем в различных регионах мира. Что такое, в принципе, вообще международный финансовый центр? Это такой треугольник доверия, высококвалифицированные кадры и капитал. Вот эти три вершины имеют громадную важность. Для того, чтобы управлять вот этими тремя аспектами этого самого треугольника добродетели, если хотите, очень важно сформировать качественный план действий и мобилизовать усилия различных групп общественных и, в частности, бизнес-сообщества для того, чтобы этот план действий реализовывался максимально эффективно. И, конечно, регуляторы также имеют здесь громадную роль, в частности, в плане построения финансовой системы. Конечно, важность трудно переоценить. И регулятор со своей стороны может в значительной степени способствовать ускорению тех процессов, которые ведут к созданию финансового центра, принимая правильные и своевременные решения. Собственно говоря, структура, может быть, не так важна, говоря о мегарегуляторе, важна сама суть деятельности этого мегарегулятора. Должно быть, наверное, три основных измерения. Первое – это обеспечение разумного регулирования и наблюдения, надзора за финансовой сферой. Это имеет ключевое значение – построение соответствующих процессов, качественных, которые обеспечивают должный надзор за банковской деятельностью со стороны государства. Вторая сторона – это рынок. Эта сфера характеризуется совершенно иной культурой по сравнению с надзорной деятельностью. И третий важный компонент – это защита прав инвесторов, которая актуальна и для банковского сообщества, и для рынка вообще. То есть вот есть эти три измерения важнейших. И очень важно подобрать соответствующую структуру, которая будет способствовать привлечению качественных кадров, которая будет обеспечивать должный уровень вознаграждения, и которая будет обеспечивать должное качество нормативно-правовой базы, на которой будет базироваться деятельность рынка. Но вот эти, повторюсь, еще эти три измерения – качественные кадры и качественная нормативно-правовая база – имеют очень важное значение, и это не только вопрос деятельности государства, это и вопрос культуры. Культуры как государства, так и рынка. Здесь не все так просто, здесь не просто игра в разбойников и полицейских. Необходимо, чтобы и те, и другие прониклись одинаковым видением того, что происходит или что должно происходить в банковской или финансовой сфере шире, какие процессы должны идти, каким образом должен осуществляться надзор государства за банковской деятельностью и совместно выработать механизмы и структуру, которая позволит это обеспечить. И тогда отрасль будет функционировать. Когда ответы на эти вопросы получены, тогда уже можно решить, нужен ли мегарегулятор или не нужен мегарегулятор, а нужны какие-то, может быть, отдельные регулирующие органы. Так или иначе, важно понимать и уважать соответствующие роли полномочия различных сторон, которые вовлечены в этот процесс. Будет ли надзор осуществляться Центральным банком или будет какой-то мегарегулятор, в любом случае между этими двумя институтами важнейшими не должно быть Великой Китайской стены. В этом случае можно определить подходящую структуру, но вопрос структуры, он вторичен. Продолжение следует...